Добрый вечер, уважаемые телезрители телеканала БТВ. На очередном выпуске передачи «Лицом к лицу». Как обещал я вам вчера, что сегодня у нас будет особая дискуссия. Она будет о нацменьшинствах. Мы об этом поговорим сегодня с нашими гостями. Поговорим с Эвой Хлинский, представителем или региональным директором Европейского центра по вопросам нацменьшинств, эксперт Совета Европы, а также Андрей Епопов, экс-посол Республики Молдова в Австрии. Сейчас он председатель Института стратегических инициатив в Кишиневе. И Ольга Гончарова, эксперт в этой области нацменьшинств. Ассамблеи нацменьшинств. Добрый вечер и приветствую вас. Сегодня были дебаты в Госуниверситете в Бельцах имени Олега Руссо. Сегодня вы разговаривали с гостями, не только, но и с экспертами, представителями разных европейских структур, которые были там. Вы говорили о направлении формирования гражданской инициативы в Молдове. В чем заключались эти дебаты и какова цель вот этой программы? Если я могу начать, прежде всего большое спасибо за приглашение. Я думаю, очень важно, особенно на, так сказать, советском пространстве, говорить о том, как можно построить гражданскую нацию. Потому что большинство уже независимых государств, они многонациональны. И многонационально это тоже многообразие языков, культур, этнических групп, большие составы, маленькие составы этих членов, этих групп. И поэтому это очень важно, чтобы не создавать ненужных проблем и стремиться, особенно вот в европейской части бывшего Советского Союза, вот среди тех стран, которые являются восточными партнерами Евросоюза, стремиться к построению гражданской нации. Ну, господин Попов, вы, вот в вашем понимании, что такое вот гражданское общество? Для чего оно? И можете объяснить нам? Если, по сути, я отвечу на вопрос, который вы задали, потому что я считаю, что из приглашенных я более задействован в этом проекте. В проекте наш институт стратегических инициатив, вместе в партнерстве с Институтом европейских политик и реформ Кишинева, а также с немецким институтом европейских политик, мы вместе проводим в Республике Молдова проект, уникальный в своем роде. Мы по ним, осознавая, что страна очень сильно разделена, и что за 26 лет независимости нам не далось выработать ощущение, вот мы, граждане Молдовы, не наши и ваши, свои и чужие, коренные и некоренные. Вообще, как мы говорили сегодня, вопрос о коренных и некоренных не актуален в Молдове. У нас особенная ситуация, и по европейским международным стандартам этнос, проживающий более 100 лет на территории страны, он уже не может не считаться коренным, бесспорно. И я поправлю, по-моему, большинство выступающих сегодня на дебатах сошлись в том, что вот научный термин «национальное меньшинство», он принят в Европе, есть даже в Верховном комиссару БСЕ по национальным меньшинствам, но в ситуации Республики Молдова он не оптимальный. Вот скорее, даже госпожа Гончарова по правилам, она не представитель Ассоциации национальных меньшинств, а народов Республики Молдова. Наверное, было бы правильно сказать «народы Республики Молдова». Я подумала, может быть, из-за того, чтобы способствовать еще и консолидации. Вот видите, один из прямых результатов дискуссии в нашем проекте. Так вот, эти три организации, которые я перечислил, реализуют проект, который пытается выявить самую лучшую модель или модели, как нам и состояние разобщенности, раскола прийти к каким-то общим знаменателям. И чтобы все граждане нашей страны, вне зависимости от языка, на котором они говорят, вне зависимости от того, в Кишиневе, или в Камрате, в Бельцах, или в... Но ведь язык – это инструмент общения. Это не должно быть, допустим, разделяющим субъектом, допустим. К сожалению. Разделяя и властвуй. Вот так получается у нас за 26 лет. Они придумали проблему и до сих пор... Ну, вы правы, если говорить о языке, то, к сожалению, 26 лет назад язык из области лингвистики был перенесен в область политики. И вот до сих пор шельмуют его раз в 4 года для того, чтобы можно было манипулировать нами, электоратом. И, к сожалению, скажем откровенно, что в 90-е годы это дало нам Приднестровский конфликт, из которого мы не можем до сих пор выйти. Это дало обострение отношений внутри общества. И, к сожалению, вот, знаете, одиннажды треснув лед, он как бы слабо срастается, начинает льдина, начинает раздвигаться и расходиться в разные стороны. Я думаю, что потенциально у нас заложено много чего доброго и хорошего для того, чтобы общество не треснуло и не развалилось, знаете, как кусок стекла, и мы не оказались в зазеркалье. Я думаю, что то, что мы проживаем все вместе на одной территории, которая дана нам Богом, и это большое счастье, потому что, по-моему, более 220 народностей в мире вообще не имеют своей родины. То есть у них нет вот этого кусочка земли, на котором они могли бы творить, жить, любить, рождаться, умирать и строить следующую ступень развития своего общества. Поэтому нужно сказать так, мы должны для себя, мы, когда я говорю мы, я имею в виду гражданское общество в целом, которое, к сожалению, у нас еще не сформировано как таковое. Но, тем не менее, может быть, вот какая-то более мыслящая часть населения должна понять и взять на себя ответственность в чем? В том, чтобы, если не мы, то кто? Кто сделает наше общество приемлемое для жизни? В котором мы хотели бы, чтобы наши дети и внуки дальше жили. Хотели бы, чтобы они жили в мире благосостояния, используя значительное количество языков, которые существуют в Республике Молдова. Находясь в уважении ко всем языкам, людям, традициям, кухням, историческим приоритетам. На сегодняшний день мы можем говорить об интерференции культур. Потому что каждый, если, так сказать, через призму себя посмотрит, он поймет, что находясь, живя в одном подъезде, доме, улице, ты часто используешь культуру, традицию, кухни тех людей, с которыми ты общаешься. Это уже большой плюс для того, чтобы страна жила в мире. То есть нужно постараться, нужно не быть быдлом, нужно не ощущать себя таковым четыре года, как я уже говорила, один раз в четыре года электоратом. То есть давайте постараемся не через призму политики, а через призму культуры, экономики и взаимопонимания понять, понять, что мы обречены построить здесь цивилизованное гражданское общество с идентичностью, которая в идеале была бы индивидуальной для каждого, но в целом представляла бы единую гражданскую идентичность всего народа. Мы все ведь под этим солнцем, особенно Республика Молдова, столько наций, этносов, но они все ведь молдаване, гражданство ведь у них Республики Молдова, они себя, ну, этнос, там, румын, молдаван, русские, евреи. Гражданство, да. Гражданство. Этническая принадлежность различная. Мы не смогли все-таки собрать всех в один кулак, в одно общество, которое чувствует свою сопричастность общему какому-то делу. Значит, должна быть идея какая-то. Вот должна быть идея, и она очень хорошо вырисовывалась в наших дискуссиях, реализовать тот огромный потенциал, который дает нам многонациональный характер нашей страны. Посмотрите, мы говорили о том, что нет в мире, в Европе, ну, нет в мире вообще другой страны, где так бы тесно не соприказались, переплетлись, спасибо, Ольга, романские начала, румынская, молдавская культура, язык со славянскими, русский язык, русская культура, украинская культура, язык, а на юге гагаузы и болгары нету. Тюркская. Это не просто нигде, чтобы и латинское такое влияние, и романское, и славянское. Это делает нас самобытными. И еще, у нас веками, реально веками, даже Дмитрий Кантемир писал в истории Молдовы, о многонациональном характере нашей страны. Люди жили в гармонии. И вот то, что нам не удалось это уберечь и приумножить, сделать из этого наше конкурентное преимущество нашей страны. Сделать, что было модным и круто, что человек говорит на двух или трех языках. Это большое упущение. И вот обе собеседницы говорили, к сожалению, к сожалению, мы видим искусственный характер этого раздела. Да, многие политики нечистоплотные, многие для того, чтобы увести внимание от своих бизнес-корпоративных интересов, чтобы люди не смогли концентрироваться на построении свободного общества, где не было бы такого засилия коррупции, где бы институты не были бы захвачены, где бы судьи решали дела в интересах граждан по закону, а не в интересах того, кто больше платит. Чтобы мы об этом не говорили, нам подбрасывают эти бомбочки национальной идентичности, геополитики, и они задевают очень глубокие суммы. В Евросоюзе есть страны, да не только в Евросоюзе, есть страны, где многонациональные страны. Вот, Ева Хилинский, я хотел бы узнать у вас, есть какие-то модели, допустим, результаты, вот как, допустим, в странах Балтии, которые там, мы знаем, какая ситуация. Как там решили вот эту проблему? Есть какая-то модель? Есть, так сказать, типология строения наций, и она, так сказать, распространена, распространяется от этнической, в европейском пространстве, это модель наиболее типичная. Но, с другой стороны, является вот тоже культурный тип, который присоединяет к себе разные культуры, хотя это в какой-то степени, можно сказать, промежуточный шаг, потому что все-таки идет или стихийная ассимиляция, или другие процессы. Но есть и гражданская нация, гражданская нация, которая становится более и более типичной для Европы, не только для Евросоюза, но для Европы, потому что она идет по пути, прежде всего, верховенства закона. Значит, все люди, проживающие на территории данного государства, имеют одинаковые права перед законом. Не имеется разделения мы и они, или мы и вы, и поэтому это тоже, конечно, сплошняет. Если вот смотря на постсоветское пространство, тогда страны Прибалтики или Балтии сейчас, они пошли вот как раз по пути создания гражданской нации, хотя вначале очень сильный процесс пошел к созданию или вернуться к этнической нации. И этот процесс, конечно, тоже имел свои очень негативные моменты, но постепенно, когда вот для установления европейских ценностей, ценностей, которыми гордится Евросоюз, и который как клуб джентльменский требует, чтобы все члены к этим ценностям подписались, вот постепенно тоже перешли к постройке и созданию гражданской нации. Такие же процессы теперь тоже происходят в Юго-Восточной Европе, на Балканах, хотя, конечно, там это тоже постконфликтная зона, и для этого, чтобы избегать таких конфликтов, межнациональных гражданских конфликтов, даже военных, вот гражданская нация со всем своим аппаратом ценностей дает возможность как раз иметь и дать всем, кто проживает на данной территории, права и совершенствовать свой потенциал. Господин Попов. Позвольте, я дополню, ну, чтобы было понятно, что такое в нашем молдавском применении гражданская нация. Это то, когда все граждане, и у него родной язык русский, он считается румыным или молдаванином, или он из Гагаузии, вне зависимости от этого, он говорил две вещи. Я люблю свою страну, я хочу, чтобы она процветала, развивалась, и я молдаванин. И чтобы у нас произошла... Но чтобы была гордость, допустим. Произошла, произошла приоритная реабилитация понятия молдаванин. К сожалению, в этой братоубийственной войне, назову ее прямо, которая у нас продолжается уже столько лет, румынский или молдавский, сентем румынши пунктум, или же молдавейн, это значит дифферис, диромыни и так далее. Вот эти крайности, они сталкиваются и не признают одну из фундаментальных европейских ценностей. Уважение к точке зрения другого. Право другого на самоидентификацию. Нас никогда под одну гребенку всех не привести. И поколение едва не получится. Нужно понять, что попытка навязать другому свою идентичность, сказать, что ты неправильно себя называешь, что ты румын, нет, это неправильно, ты молдаванин, нет, такого не бывает, ты только румын. Это путь в никуда, это путь в углубление раздора. Нужно признать так, есть платформа, молдавское государство, республика Молдова, вот такое, какое она признана в этих границах. Но, по вашему мнению, допустим, есть эта платформа. И вот здесь мы должны создать место для каждого гражданина, который хочет жить в этой стране, который хочет ее развивать, и чтобы он тогда говорил, да, я молдаванин, и чтобы мне говорили, а, вы приезжие, уезжайте туда к вашим. И здесь очень важное отличие. Это тоже нас отличает. У нас есть русские, есть украинцы, есть гагаузы, есть болгары. Но у нас все эти народности, они считают не Россию, не Болгарию, не Турцию, не Украину своей родиной. Парадоксально. Вернее, абсолютно естественно. Для них родина Республика Молдова. Им некуда уезжать гагаузам. Они приехали 200 лет назад. Куда их ссылают сейчас? Но они уже молдаване. И мы должны понять, что они могут привнести все эти народности дополнительную добавочную стоимость в молдавский проект. И что без них Молдова будет более пресной. Вот, извините, один мой британский групп друг сказал, что без Шотландии Великобритания уже пресная, как каша без сахара. Понимаете? Как-то так. И вот мы должны понять, что самобытность, разность, это смак, это интересно, это вкусно, это хорошо, это сильно, а не так, это слабо. И поэтому нужно любой ценой ассимилировать, всех предвести под одну гребенку. Для того, чтобы появилось вот это гражданское общество встлоченное, должен появиться и уровень доверия. Вот, допустим, до развала Советского Союза уровень доверия в странах был 80%, сейчас он меньше 15%. Ну, вы знаете, любовь и уважение это взаимно должно быть. То есть, когда, кроме желания гражданского общества, кроме желания людей в целом, должна быть политическая воля, которая вырабатывается и которая декларируется и не только декларируется, а реализуется. Потому что на сегодняшний день, ну, то, что мы слышим периодически в парламенте в отношении различных этнических групп, ну, оно, мягко говоря, вызывает удивление. И, кроме того, в Республике Молдова создана очень хорошая законодательная база в отношении и миноритарных этнических групп, в отношении развития общества в целом. Эти законы, к сожалению, не имплементируются, они совершенно не реализуются по ряду причин, в которых, как сегодня мы говорили, с моей точки зрения, самое главное это политическая воля. Находится политическая воля, находятся средства, находятся возможности работы, находятся видения, как нужно консолидировать общество. Этого нет и нет. Но если будет появиться, допустим, единство, что позволяет единство для развития государства? В смысле, чтобы государство было едино? Да. Это очень трудный воспитательный процесс. Граждан надо воспитывать. Как? Граждан нужно воспитывать через образование, через культуру, через патриотическое воспитание, через политику, проводимую постоянно, одинаково, в одном направлении. А когда у нас говорят, что ты сегодня свой, завтра чужой, а, собственно говоря, вы забудете свой язык, потому что вы должны выучить наш язык, то есть прошлое, которое рассматривается совершенно различными гражданами, как не объединяющее, по принципу у нас была история. Она может нравиться, может не нравиться, но это история нашей страны. И мы ее должны принять таковой, какая она есть. А не спекулировать и на ней делать политику. Мы сами себя загоняем в угол и начинаем говорить на очевидные вещи, что они или не существовали, или они вражеские, или они еще какие-то. Нет, история была. Возьмите, придите, если не к общему знаменателю, но к коллегиальному взаимоуважению и пониманию, что это история нашей страны и давайте двигаться дальше. Это одно. Второе, то, что я уже сказала, политическая воля и это традиции, которые должны служить основополагающими для дальнейшего движения. У нас на сегодняшний день идут взаимные обвинения, поиски, кто прав, кто виноват, а почему у нас так случилось, а вы помните, что у нас было в 90-е годы, да, мы все помним, но помнить нужно не для того, чтобы мстить, а помнить для того, чтобы не допускать ошибки. А у нас перетекает одно в другое. И поэтому я говорю, что развитие гражданского общества, рост самосознания, воспитательный процесс, политическая воля, вот это должно быть все в работе, все вместе должно быть У этого нужны деньги, всегда говорят наши представители, все говорят, деньги, деньги, и в Россию не дурак поработает, возьмите, поработайте без денег. В смысле, без денег, конечно, сложно, но не деньги являются основополагающими в любых делах. Есть, может, вы посмотрите, есть очень многие страны, которые самодостаточны, но очень часто проблемные ситуации возникают там еще больше, чем у нас. Давайте хотя бы возьмем Францию, где происходит как раз за счет новых мигрантов и уже мигрантов даже во втором и третьем поколении в связи с тем, что проводится политика, ну не совсем такая, как должна была бы проводиться, возникают соответствующие большие проблемы. Хотя финансово, экономически Франция очень хорошо развитая страна. Я дополню, пожалуйста, если вернуться к вопросу с одной стороны политической воли, с другой стороны финансов, это всегда вопрос, который возбуждает много эмоций. Но вот если снять вот этот элемент и посмотреть, каким образом можно управлять этими процессами для того, чтобы на самом деле построить сильную нацию, она может построиться только на демократических принципах. Потому что если одна группа будет иметь так сказать больше возможностей, вот те, которые ущемлены, всегда будут создаваться какие-то напряженные моменты. и это в конце концов ведет к разным конфликтам и не только конфликтам, скажем, на уровне внутренних партийных или других элементов, но тоже очень ослабляет вот этот клей, который собирает людей для того, чтобы создавать на самом деле сильное государство и сильную нацию. Потому что если слабая нация, слабое государство. Я бы здесь напомнил, кстати, в развитии этой темы, она была лейтмотивом на сегодняшней конференции на круглом столе в университете. Что первично? Мы такие слабые и бедные, потому что у нас нет сильной идентичности? Или у нас нет состоявшейся идентичности гражданской нации граждан Молдовы, потому что мы такие бедные? Здесь взаимосвязь следующая. К сожалению, мне кажется, для того, чтобы нам перестать терять жизненную энергию, повторюсь, слишком мало нас остается в стране. Столько людей уехало, не разделяя по этническому составляющему, хотя практически не осталось евреев, мы очень много потеряли, но люди уезжают всех национальностей, всех этнических групп, нас мало. Если мы будем пытаться востребовать только какую-то группу, а другой не даем возможности, мы далеко не уйдем. Так вот, первый шаг, который нужно сделать, это понять, что у кого-то в стране, у каких-то политиков есть интересы корпоративные. Вот в этой системе, такой, какая она есть, в таком очень мутном состоянии, у них есть контроль над институтами власти, над судьями, над прессой, какие-то коррупционные схемы, и в принципе, если бы их не было, было бы больше денег и на образование, и на пенсии, и на сельское хозяйство, и на здравоохранение, и на транспорт, но эти деньги уходят в другие карманы. А чтобы люди не говорили об этом, это волнует, между прочим, и русских, и молдаван, и тех, кто считает румынами, и говорят на румынском языке, и тех, кто говорит, что язык молдавский, и тех, кто гагаузы, это касается всех, но если бы представьте на момент, чтобы мы сейчас все перестали разделять, и гагауз стал связан с молдаванином, а молдаванин не ссорился со своим братом из той же семьи, что он не молдаванин, а румын, а они же вместе взяли за руку с русским, патриотами республики Молдовы, и вместе сказали, друзья, а чем же мы занимаемся здесь, у нас общая проблема, найти этого, и это общая проблема, одна общая, нам нужно менять страну, освобождать ее от нехороших людей, искать, кто ворует в этой стране, а вместо этого именно те, у кого есть эти интересы, они подбрасывают в общество эти темы, язык, идентичность, геополитика, НАТО, не НАТО, история, друзья, и тем самым как фокусов, чтобы здесь, вот смотрите, вот посмотрите, видите, вот так, вот что делается, вот пак-пак-пак, и здесь ручки нету, миллиарда нету, а у нас румынский язык или евразийская интеграция, или офис НАТО, что важнее, это третистепенные темы, важнее, чтобы мы все нашли в себе силы понять, выработать иммунитет, и чтобы не давать, чтобы... Ведь должны быть люди, которые бы объясняли вот эти главные вещи. Можно я объясню, объясню, вот извини, такой, может, популярный слишком тезис, но правда, вот когда вы слышите, когда вы слышите, чем громче люди говорят об языке и о генетичности, второй язык, третий язык, тем вы, это вот здесь больше движений, тем, значит, где-то в других местах вас отвлекают от реальных проблем. И первый шаг, чтобы люди вот эту площадку использовать, что я понял за жизнь, работу, изучение страны, вот у каждого из нас есть внутри две струнки, одна из них общая для всех, она у всех одна, это она рациональная, коррупция, чтобы не было коррупции, чтобы работали институты, чтобы было качественное образование, это все это все рациональное, и она общая, она нас объединяет, да? А вот есть другая струнка, она ближе к инстинктам, она где-то очень глубоко, еще до исторических времен, она интимная даже в чем-то, она эмоциональная, язык, идентичность, символы, вот победа, оккупация, освобождение, НАТО, Россия, Путин, БССКУ, Румынский, Молдавский, вот, вот это все, если ты, вот могут пять человек спокойно два часа говорить, выработать какой-то общий план, как решить проблему, и достаточно кому-то сбросить в эту тему проблему языка, идентичности, Россия, это доказали сегодня на дебатах. А вы расскажите, я просто, у нас был хороший разговор, спокойный, я сказал, вот часто политики искусственно создают, подбрасывают, зажигают эти темы, и я начал тему, предупредив, причем, румынский, молдавский, это очень, очень, свои, чужие, это очень взрывоопасные темы, и я перешел на эту тему, как называется язык, какая история, кто мы, румынные, молдаване, русские, и вот две минуты дискуссии, я попросил людей почувствовать, и в зале была уже другая, накаленная атмосфера, людям было уже не до поиска общих позиций, а попытка доказать, обратное другому, и защититься, вот, вот, главная проблема, вот, хотелось бы спросить, вот в республике Молдова, да, есть стратегия, для интегрирования нацменьшинств, да, вот она работает, или нет, извините, Дмитрий, вы когда каждый раз говорите нацменьшинство, мне, признаюсь, реже чуть слуг, национальный, даже, есть такое, вы знаете, в советском суде были нацмены, это немножко такой, высокомерной, высокомерной теме, и мы говорили, что вот, как только, вот, ты говоришь представителям какого-то, какой-то этнической группы, с эгоозами, с болгарами, да, и ты говоришь, вот вы этнические меньшинства, мы будем вам помогать. Но этнические меньшинства тоже лучше, чем национальные меньшинства. И сразу же как-то восприятие, что люди меньшинства, они ущербные какие-то, вот я думаю, в Молдове, хотя это абсолютно научный европейский термин, но в условиях Республики Молдова нам нужно быть более креативными и найти другую формулу. Ну, скажем так, стратегии, у нас законодательная база, я уже говорила неоднократно, что у нас законодательной базой в области национальных меньшинств, тем не менее, потому что она создана в области национальных меньшинств, у нас все замечательно, у нас мы впереди планеты всей, законодательная база супер абсолютно не имплементируется. Стратегия интеграции национальных меньшинств, которая была создана, она несколько поменяла свое название, хотя, скажу честно, окончательно она не звучит как стратегия консолидации общества, она все-таки звучит стратегия интеграции, и вот в этом уже есть неправильное название. Почему? Потому что невозможно интегрировать население, которое практически является коренным населением. Кому-то нравится это, что русские, украинцы, евреи, гагаузы, армяне, поляки и немцы являются коренным населением. Человек, провживший более ста лет по всем международным законам, становится коренным. И больше того, в чем обид... А почему так обидно? А обидно, потому что наши предки строили Республику Молдову, строили Молдову. Какая она получилась, это результат нашей совместной работы людей разных национальностей. И говорить на сегодняшний день, что кого-то нужно проинтегрировать, я могу согласиться с тем, что есть проблемы, связанные с изучением государственного языка, а вернее с его знанием. И то, никто не сказал мне на сегодняшний день с научной точки зрения или хотя бы социологической, какой процент русскоязычной молодежи, закончившей вуз... Во-первых, какие вузы они идут. Я вам гарантирую, что если человек не уехал, то практически в основном дети после школ с русским языком обучения идут в группы с государственным языком обучения. И через пять лет они в строчке родной язык пишут через запятую русский, запятая молдавский или румынский, какой себе выбирают. И в этом-то и проблема. Вопросы консолидации общества мы должны обсуждать, а не вопросы интеграции одних другими. Никогда на противоречии невозможно построить целое, невозможно создать единое. Всегда будет боксование, а кто здесь более прав, и кто здесь более баштинаж, чем ты. И вот в этом-то и есть проблема. Потому что, ну, я вот в пятом поколении живу в республике. Мои прапрадеды расписывали церкви. Дедушки, бабушки все внесли свой вклад в медицину, в исторические науки и так далее. И мне начинают рассказывать, что меня должны проинтегрировать. Давайте изучать язык. Я больше того скажу, что праздник, который мы празднуем лимба-нуастре, я всегда говорю лимба-нуастре о кумуаре. Потому что при том ситуация в республике Молдова, когда каждый язык является маленькой жемчужинкой в общей короне ценностей, тезаура, я считаю, что вот наша полиэтничность и многонациональность это и есть наш тезаур, который мы должны беречь, способствовать его развитию. И вот тогда мы будем говорить не об интеграции как таковой, не о ассимиляции, не дай тебе Господь, а о одинаковом развитии всех этнических групп, которые должны составить единый народ республики Молдова. А для этого нужна еще и национальная идея, которая смогла бы нас объединить. Ева, вы говорили о Южном Кавказе сегодня, о дебатах, как там происходит этот процесс? Это, конечно, процесс, который тоже сложный. Это тоже постсоветское пространство, в котором проживают очень многие и коренные, и некоренные национальности. Состав, конечно, разный, чем в республике Молдова, но осуществляя вот эту идею, и государственные языки, и языки меньшинств, они имеются как часть то, что, например, в Грузии говорится о гражданской интеграции. Гражданская интеграция это процесс, так скажем, двусторонний. Это не только вот меньшинства или вот этнические группы, которые должны включиться, интегрироваться в мажоритарное общество или мажоритарную титульную нацию, но это двусторонний процесс. Значит, надо создать условия для того, чтобы все, которые проживают на данной территории, имели возможность реализовать себя в разных пределах, конечно, но вот Грузия, например, приняла вот такую стратегию гражданской интеграции. В 2009 году создалась стратегия, которая как раз идет по многовекторному подходу к этой интеграции. Это не только вот, что все изучили государственный язык, хотя это один из этих элементов, но тоже в сфере образования, в сфере политического участия, в сфере интеграции гендерного процесса. и так дальше. И это возвращаясь к вопросу экономическому или финансовому, распределено, вот это ответственность за отдельные элементы стратегии, она распределена на разные ведомства, разные министерства, но тоже на группы и участники этого процесса гражданского общества. организации НПО, которые тоже в этом процессе участвуют. И это, конечно, не процесс, который пройдет через 5 лет и все решено, это далеко не так. И поэтому, вот как в балтийских странах, создавались эти стратегии разного поколения. первые они имели одну цель, второе поколение, другую цель или другую цель и так дальше. Вот теперь это тоже вот одна стратегия не должна пройти и это невозможно через год или два. Это надо как минимум 5 лет, чтобы на самом деле реализовать отдельные элементы данной стратегии. У многих есть очень высокие амбиции, потому что строение новых наций, независимых после распада Советского Союза, хочется, чтобы это все прошло на завтра. И это, конечно, невозможно. Вот поэтому вот такие процессы, они должны иметь свое время, потому что есть и естественные процессы, есть процессы, которыми можно управлять. Как многие другие государственные процессы, вот это тоже один из них. Так что воспринимая все вот эти межэтнические отношения очень эмоционально, не всегда дает хороший результат, если к ним подойти рационально и управлять этими процессами рационально, особенно с очень высокими амбициями, что мы этот вопрос решим раз навсегда. Это постоянный процесс, который будет продолжаться. Но этот процесс, я вас дополню, он связан с изменением менталитета. К сожалению, у нас есть два тезиса. Первый. Кто не с нами, кто против нас. Поколение в нашей стране, в нашем процессе выросли на этом тезисе. Мы не понимаем, это вошло в состав нашего ДНК генетического. Нам нужно понимать и, как говорил Чехов, по капле из себя выдавливать. Выдавливать и раба, и человек, который мыслит узко. Мы живем в 21 веке. веке множественных, идентичны. Вот нельзя говорить так, вот ты такой и все. И ты такой, только такой. У каждого своя правда. У каждого своя право на множественную идентичность. Есть граждане, которые считают себя этническими молдаванами, но говорят на молдавском языке. Я уважаю их право. Я этнические молдаване, но говорю на румынском языке. Тоже важно. Другие считают, нет, молдаване это вообще не существует, мы и румыны. Ну, твое право. Я тебе не запрещаю так думать. Но, пожалуйста, не навязывай мне свою точку зрения. И если хочешь, делай это убеждением, примером. В язык надо уметь влюблять. Это общий уровень культуры. И второе, множественная идентичность. И вот эта тема кто не с нами, против нас. Почему вот этому правилу, вы говорите, вот это было бы не писанное правило. Вот в частных компаниях, когда берут на работу, допустим, там, если услышат русскую речь, все, до свидания. Ну, почему? И да, и нет. И опять же, у нас немножко, мне кажется, немножко однобукая. Нужно понимать, что я много друзей... Ну, нет этой толерантности. Послушайте, у меня много друзей, выросшие в русскоязычных семьях, они говорят, нам нужен русский второй государственный язык. В принципе, люди, я не имею статистических данных, но это аномалия. Когда 27-26 лет независимости, и есть подрастающее поколение, которое заканчивает школу, ну, практически не говорят на государственном языке. Это, ну, они тебя объединяют. Да, государство должно создавать условия, поощрять курсы, стимулировать, но быть частью этнических сообществ не предполагает только права. Есть определенные обязанности делать шаг навстречу, чтобы эти шаги шли с обоих сторон. Так вот, к слову о втором государственном языке, ну, в условиях, когда, я вижу, для многих это, как бы, попытка защитить себя от необходимости, все-таки улучшать знания государственного языка. И тут очень часто происходит девальвация терминов, ярлыки. Вот часто европейская интеграция. Мы европейцы, да, вот мы за Европу. Но часто, если поскребешь, то понимаешь, что это те, кто обвиняют других в неевропейскости, и закутавшись в европейские флаги, с утра до вечера вещают, клятвы, что только европейский курс, на самом деле они ведут себя антиевропейски. Это как ты покупаешь сгущенку, там оболочка сгущенка, а ты открываешь, а там тухлые яйца. Так вот, европейскость проявляется, ты можешь ни разу в жизни не сказать, что ты европеец, но быть приверженцем европейских ценностей в реальной жизни. Уважение к точке зрения другого. Право, право другого на отдельную, отличную тебе точку зрения. И вот призыв гражданам, чтобы они были более чуткими и не покупались на эти ярлыки, а смотрели в содержание, как люди, в том числе власти, на самом деле себя вести. И когда ты во имя спасения европейской интеграции, абсолютно антиевропейскими, репрессивными часто методами, пытаешься этот европейский курс спасти, ты его дискредитируешь. И на улицах Бельт сегодня, пообщавшись с людьми, я понимаю, что уважение и приверженность европейской идеи за последние годы не окрепло, а снизилось. В частности, и потому, что те, кто так громко говорят об европейской интеграции, как раз не являются в своем ежедневном поведении моделью, что такое европейскость. Ольга. Ну, хочу сказать, что бывали случаи в период Советского Союза, когда покупали икру ментая, открывали, а там черная икра. Знаете, и такие моменты. Но если говорить все-таки о интеграционных процессах и вопросах образования, и смены парадигм, и смены ментальности, необходимо сказать о том, что государственность несет очень большую ответственность во всех этих процессах. Невозможно действовать параллельно. Мы не находимся в параллельных мирах. И как небольшой пример, грустный пример того, что у нас происходит, это педагогический университет Кишинев, где были закрыты группы с гагаузский язык, молдавский язык, болгарский язык, молдавский язык, украинский язык, молдавский язык. Мы говорим о том, что на юге республики у нас очень плохо обстоят дела с государственным языком. Так где же кадры, которые мы будем воспитывать? Понимаете, знание языка не появляется из ниоткуда. Его тоже нужно учить. В идеале, я считала, что это совершенно идеальная группа, когда носитель болгарского языка изучает государственный и потом едет, и вот в этой связке государственный болгарский, государственный гагаузский, государственный украинский преподает заявление о том, что, вы знаете, у меня родной язык румынский, поэтому я могу преподавать везде, всегда и на каком угодно уровне, и мы получаем результат. Второе. Не должно быть замена понятий, а именно, мы закроем школу с вашим языком для того, чтобы вы насильственно выучили наш язык. Никогда через колено ничего не получается, никогда насильственно ничего не получается. И больше того, чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек. Естественно... Тем богаче ты. Ты богаче, ты понимаешь и язык, культуру, традиции, и соответственно, чем больше языков ты знаешь, тем больше ты сам интегрируешься в пространстве. Я могу сказать, что всю жизнь у меня никогда не было проблем в стране или вне страны, потому что, владея несколькими иностранными, ты тоже можешь, как у нас говорилось, иностранными, современными языками, то ты можешь быть, войти в общество. Вот так и здесь. По большому счету, вы знаете, мне совсем недавно был этот культурный фестиваль, и мне, я не буду говорить, представитель какого нью-майнорити человек сказал. А, собственно говоря, почему нас так давит, что мы обязательно должны знать государственный язык. В конце концов, это мое неудобство, которое я претерпеваю. Это тоже не совсем верная позиция. Но есть еще следующий хитрый ход. Заканчивают люди, образование получают на государственном языке, а потом они не могут найти работу. Они не востребованы и очень часто по графе этнической принадлежности. И здесь есть, эта проблема тоже есть. И давайте мы сейчас... А есть некоторые, которые, допустим, заканчивают университет и даже не практикуют руманский язык. Вот государственный, говорят за государственный язык, да, не практикуют, и потом они или пытаются разговаривать, а им делают замечания. И после этого человек как-то входит в себя и уже больше не хочет разговаривать. Из-за этих замечаний. Вот это ведь получается дискриминация. В 90-е годы. Дала интервью в газету с... По-моему, господина Рожка, тогда у него была газета какая-то, я не помню уже. И тема была интересная. И я искренне хотела дать ее на государственном языке. Значит, следующая статья корреспондента была посвящена анализу ошибок, ошибок, которые госпожа Гончарова допустила, давая интервью. И, ну, вот другой бы обиделся. Мне как-то было совершенно... Мне было смешно. Потому что я все равно знала, что я хочу... Знаете, когда мне задали вопрос, а вы говорите на румынском? А как вы говорите на румынском? Я говорю, с удовольствием. То есть здесь зависит, конечно, и от человека, как он воспринимает. С болью, с, так сказать, закрывая шторку, задергивая. Ах, вам это не нравится, ну и не буду я вообще учить ваши языки, вообще, что вы там чирикаете. И поэтому я думаю, что здесь вот все, понимаете, достижение консенсуса в обществе это очень долгий процесс, который носит в себе и политический характер, и этический, и эстетический, и культурологический. То есть это все состоящее из отдельных компонентов, где государство играет очень и очень важную роль. И вот я, может быть, добавлю здесь, вот как мы говорили про демократические ценности, европейские ценности. Это очень важный момент, потому что вот сегодня все можем подвергнуться какой-то дискриминации. Это не только зарезервировано для этнических меньшинств или национальных меньшинств, это момент, который с каждым может случиться. С каждым абсолютно может случиться. Может это случиться из-за, потому что кто-то носит очки или какой-то другой, найдется какой-то другой момент. И вот поэтому вот все эти ценности демократические, они должны восприниматься и распределяться на абсолютно всех. Вот, насколько я знаю, в Молдове существует комиссия по равноправию, и она рассматривает как раз вот жалобы, которые поступают от граждан насчет дискриминации. Там очень интересный момент, насколько я помню, почти 10% вот этих жалоб, они как раз относятся к вопросу дискриминации по этническому признаку и разные там уже характеристики, языки или там другие моменты. Но вот если 10% от всех жалоб относятся к этническому вопросу, почему вот хорошо, что вот такой институт существует, но с другой стороны может быть пойдет похожий элемент, когда вот гендерные вопросы будут рассматриваться или еще какие-то элементы инвалиды. Кстати, гендерные инвалиды, насколько я знаю, Ян Фельдману знакомый, он, кстати, этнический еврей, но это прекрасно говорит на русском, на румынском, на английском. Он, по-моему, мне говорил, что как раз первое место это гендерные, вопросы инвалидности это второй, и языковые и этнические они не первая, не вторая, не третья категория. Там примерно около 10%. Но дело в том, что вот почему, если вот, скажем, права должны распространяться на всех, потому что мы все можем подвергнуться вот этому несчастному случаю дискриминации, тогда независимо от того, представители мажоритарных или других групп, они здесь, так сказать, в одинаковом положении. Если перед законом, они в одинаковом положении. Они тоже ведь платят налоги, они те же самые граждане, как Республика Молодого. Значит, закон не работает, их не наказывает за дискриминацию. Вот в каких сферах, давайте оставим проблему языка, вот, потому что это уже такая проблема, вечная проблема. В каких, допустим, с какими проблемами на сегодняшний день встречаются представители этнических меньшинств и именно в каких сферах жизни? Ну, сразу могу сказать, наиболее такая сенсибельная область, это доступ к информации в медицине, то есть, а если сказать по-простому, это тексты лекарств, которые даются только на государственном языке. Причем здесь возникает уже вопрос и не только дискриминации по языковому признаку, но пишется это таким мелким почерком, что это сразу возникает в реальности, это возникает ущемление прав людей, у которых в очках или у которых проходит зрение, но в данном случае для меня всегда пример еще, знаете, в чем? Когда продукт питания какой-то и продукты питания, скажем, из России или Белоруссии, и нужно обязательно, чтобы была краткая аннотация на государственном языке. Обычно эту краткую аннотацию или на складах заклеивают, или в магазине, не могу сказать где, но обязательно ее наклеивают на то место, где идет информация, как этот продукт употребляется. То есть вот есть момент негатива, который вкладывается, и он недопустим, потому что ты можешь это наклеить на любую сторону, где не идет информация на языке. Ну вот если я опять возвращаться, это вопросы связанные с медициной, это вопросы связанные с услугами, сферы услуг в БТИ, ЖЭКах и так далее. Это вопрос связанный к доступу к обучению и доступу к информации. Самый последний случай КСТР, который заявил о необходимости многих топографических топонимики и даже имен говорить на румынском языке для русскоязычного населения. То есть это мягко говоря неэтично. И вот здесь это личностный характер. Это то, о чем мы говорим, когда ментальность, негатив проявляют. Знаете, меня всегда убивают, когда у нас в стране что-то ведется спор, как мы сейчас с вами дискутируем, и когда уже нет каких-то аргументов, человек говорит «А моего дедушку репрессировали». И вот я в таких случаях остаюсь, знаете, вот это раз, и ну не только твоего дедушку репрессировали, и не только этнических молдаван репрессировали. Была общая проблемная момент, вот что самое плохое, когда мы из истории начинает каждый вытягивать какой-то негатив, который перекладывает на общую ситуацию. в общем, если так говорить, то последнее, что тоже еще было, когда было нарушено международное законодательство, и русскоязычным в правилах и несении фамилии и имен было забрано отчество в официальных документах. то есть это нужно понять, что это не протест. Вот я Ольга Игоревна Гончарова, и вот причем Гончарова, а не Гончаров, потому что по большому счету моя фамилия иностранная, и она пишется так, как это принято в том языке, то бишь в русском. И здесь вот есть моменты, которые выеденного яйца не стоят. Они просто-напросто традиция и культура одного из этнических групп, проживающих в республике. От того, что меня демонстративно хотят назвать Гончаров, кому легче? Вот у меня фамилия Гончарова, и это женский род, и это принято в правописаниях и произношениях русского языка. То есть здесь опять же мы возвращаемся, я уже перечислила, в каких областях есть ущемления, и они носят вот как раз, как сказал Андрей, вот ту часть сенсибельную, от которой тебе становится больно. А когда становится больно, очень часто разум уже не работает, работают только эмоции, возникает негатив, и получается вот та вот, знаете, турбурел, турбурел, который начинает закручивать и давать возможность выходу негативных энергий, которые есть, естественно, в каждом из нас, просто-напросто зависит уже от воспитания, как они выходят. Ну, спасибо вам большое, что приняли наше приглашение, пришли в студию БТВ, наверное, не только первый раз, ждем вас и на других спектаклях. за приглашение. Белстеве или Бельск? Белстеве. 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 Ждем... А как вообще, извините, люди, как, я даже не запутался, я тоже не понимаю, извините, тут такая деликатная тема, мелочь, казалось бы, но когда навязывают, есть, я знаю, есть решение совета по аудиториуму, рекомендательный характер носит, чтобы назвать Кишинев, в русском языке Кишинеу, Унген, Унгень, ну, я считаю, это должен быть... Здесь даже не Кишинев, Унгень, а здесь вопрос, я говорю, мы кишиневцы, и я никогда не буду говорить, что мы кишиневцы. А что, так нужно? Да, так нужно. Ну, спасибо вам, что приняли наше приглашение. Спасибо большое вам. Спасибо за приглашение. Ждем вас на других передачах. Уважаемые телезрители, у нас в гостях была Эва Хлинский, региональный директор Европейского центра по вопросам меньшинств, эксперты Евросоюза, бывший посол Республики Молдова в Австрии господин Андрей Попов и Ольга Гончарова, эксперт по этническим меньшинствам. Спасибо вам. Спасибо. Всего вам. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин А.Егорова